Ну, как видите, вырвали опять победу. Четвертую игру подряд догоняем, провалили опять начало матча, отдали много сил, но самое главное, что выиграли, это пойдет нам на пользу, сейчас отдохнем, подумаем, поговорим, изменим что-то в игре всего. Была опасность, что после такого волевого матча с Югрой слишком много сил потратили, но судя по тому, как вышли на второй период, силы-то были, значит, проблемы в головах с настроем на дебют матча, получается? Ну да, разговариваем в раздевалке, давай-давай, чтобы начало матча не провалить, не знаю, уходим что-то где-то, может быть, заигрываемся, бежим тремя, не думаем об обороне, наверное, хотим как лучше, где-то надо просто потерпеть чуть-чуть начало игры. Ну и еще раз повторюсь, поговорим, есть время и пересмотрим начало игры. Волею обстоятельств оказался в первом звене, хоть и не сразу, почувствовал разницу по тому, насколько больше у самого стало получаться? Или это просто твой день, независимо от того, где ты выходил бы? Да ну, конечно, приятно с такими мастерами, помогают, на лавке подсказывают где-то, чуть-чуть там первая смена немножко, а не это, куда ехать, что так помогли Сергей, я, защитник, а потом вкатился, нормально, я думаю, получалось. Насколько кажется важным, что вот, наконец, эту заколдованную булитную ерунду удалось перевомить, преодолеть, потому что твоя попытка, если не знаешь, была пятнадцатой в этом сезоне, и только пятнадцатый булит оказался успешным? Не знаю, посмотрим, как следующая серия для нас сложится, но я думаю, что вот эти два, две победы, волевые такие, нам пойдут на пользу. Ну, касаемо булитов, я видел аналогичный булит в твоем исполнении, по стилистике, это наработок? Ну да, но тренировки в основном делаю одно и то же, но, как видите, получается пока, кто-то... Ну и немножко о СКА, потому что именно с ними играть в ближайшее время, матч был одним из самых неудачных для команды в этом сезоне, что принципиально нужно изменить именно в игре в Питере? Не знаю, посмотрим, тренеры покажут видео, разберем ошибки, как дома играли команда. Ну и СКА тоже проиграли, ну не будут настраиваться, запредельно, я думаю, у них будет самоотдача, но и нам тоже, мы должны выходить на свою игру. Поздравляю, мы не так уж с волевой очередной победой. Ну, у нас по команде, что у нас одни сражались, бились, а другие смотрели, как они сражались, бились, но поэтому и проиграли те, кто смотрел. Стрuggled, но некоторые из них только обсуждали в игре, и вот это все. Конечно, мы были счастливы, что мы были счастливы, что мы были счастливы, чтобы выйти на 2-2, и на 3-2, и на 3-2, и на 3-3. Это показывает много результата, и они были получены с опытом, как результат. Это было тяжело, физическое время, это очень тяжело, в том числе, физическое время. И, конечно, я был счастлив, что это очень молодой лайн-опа сегодня. И, конечно, я нашел способ, чтобы победить, и, конечно, я нашел способ, чтобы победить победу в шут-оут. С точки зрения физических затрат, сегодня, наверное, игра была очень, очень напряженная. Я думаю, ее можно поставить вровень с играми плей-офф по физическим затратам, потому что, ну, действительно, очень много игроки измотались. Да, был у нас дефицит две шайбы, отыгрались, пропустили третью, снова отыгрались. Ну, в итоге, да, хотелось бы сказать, в основное время, ну, победили по буллитам, наконец-то. Но физически игра была очень изматывающая. Анатолий Анатольевич, проигрывать, естественно, досадно, но, тем не менее, я полагаю, вы можете быть очень довольны результатом всего выезда. То есть, команда набрала вот какой-то оптимальный свой ход, или где-то просто соперники не готовы оказались к тому, что вы так лихо проедете по маршруту? Те игры уже история, а то, что мы сегодня проиграли, просто недоволен. Так что, последние игры – это история, и, как сейчас, я не очень рад, что это играет. Вы думаете, Казеонов потерял несколько игроков? Зарипов не играл сегодня, что вы думаете, Калсон? Мы не знаем, что это время, но это время к день, а то время. И клуб, как мы были, у нас есть, у нас есть, у нас есть у нас есть, у нас есть, у нас есть у нас есть. И мы будем рассчитывать снова на Мондей. Ну, ребят, пока не готовы вам сказать. Это немножко требует никакого-то времени. Завтра у команды выходной. Ну, давайте в понедельник выйдем. В понедельник попробуем оценить состояние. Можете сказать сегодня, что угадали с героем, выбрали верного парня, а Патехина сначала в первое звено поставили, а потом и на буллит выпустили. И вот именно это получилось. Что вы можете сказать про Патехина? Он играл в первом блоке, а потом он сшел. Что вы можете сказать про него? Что вы можете сказать про него? Ну, это интересно смотреть young players develop. И здесь есть хороший пример, который продолжается улучшить. И мы у нас есть несколько молодых игр, 6 молодых игр в команде, и вы можете помочь им имущество, когда вы имущество, когда вы имущество, какие-то задачи и специальные задания. И мы видим, как они отвечали. И, конечно, он отвечал очень хорошо сегодня. Ну, вообще интересно наблюдать за развитием игроков. И, я думаю, поручив Богдану определенные какие-то задачи на игру определенной миссии, то есть даешь ему, и тем самым придаешь ему определенную уверенность, то есть нагружаешь его, и в то же время он чувствует себя увереннее. Ну, нормально, довольно сегодня. Наталья Петрович, у вас надолго коварш? Ну, приборел там. А, то есть неизвестно. Ну, что-то вирус как-то. И, мистер Кинон, было объявлено вчера, что вы будете тренером сборной «Востока» на матче всех звезд. Вы, по-моему, участвовали в таком же матче в Национальной хоккейной лиге в качестве наставника. И вот такие ощущения перед новым хайловским опытом. Мистер Кинон. Мистер Кинон. Я думаю, что это будет отличный опыт. Я думаю, что это будет отличная возможность для меня. Я думаю, что это будет отличная опыт, для меня чтобы быть лучшим игрокам в лиге. Это будет очень интересный. Начнем с того, что я стал главным тренером в Магнитогорске благодаря господину Рашникову, который меня пригласил в «Металлург». Ну а вот сейчас это тоже, конечно, большая честь стать для меня тренером восточной группы на матче всех звезд. Я считаю, почему честь для меня и большой опыт, потому что, в принципе, я считаю, много достойных тренеров сейчас в КХЛ, с которыми мне здесь пришлось посоперничать. Выбрали меня, это для меня очень достойное. Благодарю, спасибо.